Дамы и господа, добро пожаловать в Душамбе, температура воздуха в районе аэропорта 27 градусов выше 0. В целях вашей безопасности просят вас не оставаться от своих мест на полной остановке самолета, выключение двигателей и приглашение вас к выходу. Пожалуйста, не забывайте свои вещи в салоне и в карманах передоставляющих кресел. Вещи, сданные в багаж, получите в здании ревокзала. Сегодня 24 сентября и мы находимся в Таджикистане, в городе Душамбе. Это дом АВП, Академии Вольных Путешествий. Это серия вторая в нашей жизни. Почему? Потому что первая у нас была серия в Владивостоке и это уже в Душамбе. Посмотрим, как все будет здесь происходить. В принципе, сегодня где-то около 20 людей собралось. Да. Сегодня приехало 10 человек, до этого еще было 10 человек. И в общем списке около 109 уже людей здесь вписались в тетрадку. То есть, сколько людей здесь побывало за два месяца. Вот, АВП просуществует до 25 октября. Вот, люди приезжают, общаются, тусуются между собой. Вот этот человек очень сильно интересуется всякими регистрациями. И милицией. Иногда милиция им. Он специалист. Иберийский амноид. Сегодня как раз. Откуда ты? Из города Киев. Еще здесь есть ребята, которые там подальше немножко лежат. И они из Новосибирска. Так что они наши земляки. Они работают на скорой помощи. Если мы заболеем, то они нам быстро приедут. Они молодцы. У них уже есть спирт для нас. Спирт для нас? Который поможет нам выжить. Можно выпить. В этой трудной стране. Ребята, как вы сюда попали, расскажите мне. Дорога была очень долгой, трудной, мучительной. Мы попали. Мы все расскажем завтра. Сегодня мы хотим спать. Но вы ехали автостопом только сегодня приехали, да? Да. Мы ехали 8 дней. Сегодня 7-й день нашего путешествия. Из Куджанта? Почему из Куджанта? Из Новосибирска. Ага, из Новосибирска сюда 8 дней. Мы вообще ничего. Это почти как лететь на самолете. Мы ехали не спеша, отдыхали, купались. Не, не купались. Вот упустили этот момент. Кушали, спали в палатке. Но люди хорошие попадались, да? Хорошие. Сколько машин сменили приблизительно? Около 20. А сколько ментов сменили? 12. Ребята говорили, что у них были такие проблемы здесь. И постоянно просили ваши документы, да? Чтобы посмотреть. Просили документы. Спрашивали возраст, имя, отчество, пароль и явки, где работаете. Ну понятно. Наверное, по тебе видно, что русская. А по нему, наверное, это все. Сомневаются люди, да? Вот он сейчас скрывает тоже лицо, поэтому... Кстати, сейчас местные жители сказали, что он коренной, а девочка там... Итак, это Душамбе, 2010 год. Это 26 сентября. Сегодня весь день мы потратили на то, чтобы сделать для себя регистрацию. И все люди просто категорически отказывались нам делать регистрацию. Только потому, что типа сейчас очень опасно ехать по Памиру. И они не хотят нести ответственность за нашу жизнь. Потому что неделю назад здесь расстреляли колонну военных машин. И погибло 25 человек. Но завтра мы должны получить разрешение на Памир. И мы все-таки сделали регистрацию. Конечно, не без приключений. Потому что с нас хотели снять очень хорошую сумму денег. Типа по 50 баксов с каждого за регистрацию. Это, конечно, только кошмар. Вот. Сейчас мы находимся в каком-то концертном зале. И здесь немецкая группа устраивает бесплатный концерт. Они раздавали 2000 билетов просто так на ярмарке на немецкой. Всем желающим. Но мы, к сожалению, об этом не знали. Узнали только в последние моменты. И у некоторых наших людей из дома АВП есть 6 билетов. Вот. И мы сейчас видели только одного товарища, который сюда пойдет. Остальные должны, по ходу, подойти. Но людей достаточно много. Здесь даже есть релизионная станция. Наверное, это все будет сниматься, как-то и транслироваться. Вот. Но посмотрим, как это будет выглядеть на самом деле. И пропустят ли нас или нет. Кстати, сейчас 5 часов вечера. И это будет рок-концерт. Панк-рок. Ну, действительно, это вечерник. Потому что власти захотели именно, чтобы у вас только это было начало. Может быть, они знали о том, что люди настолько пунктуальные. И все равно, мне кажется, что все это начнется где-то минимум в 6 или 7 часов. Увидим. Димитр, расскажи, как этот дом АВП в этом году прошел? Отлично прошел. Для меня это самый длинный дом АВП. Два месяца почти. Ну, без нескольких дней я здесь. И один из самых лучших. Ну, в АШ было классно. Но здесь средний АЗ. Очень круто. Самый большой дом. И что тебе больше всего запомнилось здесь? Словак. И домики. Какой Словак. И как с милицией в этом году? Было активнее или нет? Поначалу было нормально. Чище, чище. А потом, как сбежали эти преступники, началась попа. Да. И она продолжается до сих пор. Да. И куда потом ты едешь? Сейчас, через несколько часов, через Узбекистан, через Термес, в Афганистан. Это последний кадр живого мужика, которые после будут показаны в новостях. Возможно, все. В ваших новостях. Да, в наших новостях тоже будут они показаны. Вот вместе с Гайнсом. С моим коллегом. Это два ведущих... ГАНС. Меня зовут ГАНС. Он заключается в следующем. В каком-нибудь уголке мира, в каком-нибудь городе снимается квартира или дом, который становится домом для всех туристов, путешественников, для всех желающих. Каждый человек на земле, который соблюдает правила поведения в доме, может там поселиться, пожить или переночевать, или остановиться на день, на месяц и так далее. Это каждый человек может сделать, независимо от того, есть у него деньги, нет у него денег, это не важно. Каждому человеку это доступно. Первый дом для всех был сделан в 2006 году в городе Иркутске. Мы приехали в Иркутск, сняли там деревянный дом, избу, и она стала домом для всех. Каждый человек могла приехать, жить там бесплатно, и жило там суммарно 130 человек из 13 стран мира. За эти 4 месяца, что мы в Иркутске жили, мы путешествовали по Иркутской области, Бурятии, Монголии. Каждую неделю проводили тусовки, встречи, вечера какие-то, посвященные путешествиям. И то концерты квартирные, и то религиозные дископы. У нас получилась такая культурная изба. И много тысяч людей пришло к нам в гости из местных жителей за это время. Проект тем понравился, следующий дом для всех был сделан в городе Ош, в Киргизии. Мы поехали в Киргизию, это самая приятная страна Средней Азии, потому что там меньше дергают менты. И мы там поехали в самый теплый, вкусный, дешевый город Средней Азии, Ош, который сейчас, к сожалению, разгромлен. И тогда поселились мы в Аше и жили там. Сначала сняли дом, но потом хозяйка дома обнаружила нас там слишком много, начала ругаться, и нам пришлось приехать в квартиру. Мы жили в квартире в городе Ош, путешествовали по Южной Киргизии, Таджикистану, Узбекистану. И в этом доме у нас жило из 15 стран мира 92 человека. Следующий дом для всех был сделан в Каире. Мы поехали в египетский город Каир, самый большой город Африки, и увеличили его население. Поселились в Каире, в квартире, и жили, смотрели Египет по-настоящему. Тот Египет, который есть по-настоящему, а не тот, который показывают туристические фирмы, туристические агентства. Мы жили в Египте два месяца. Следующий дом для всех был сделан в городе Владивосток. Мы поехали в Владивосток, это было прошлым летом, и там три месяца жили в квартире в Владивостоке. Было там суммарно 97 человек из многих стран. Мы путешествовали по Приморскому краю, Хабаровск, Сахалин, Камчатка. После Владивостока, как обычно, многие уехали на зимовку в южные страны. И был очень интересный дом для всех в Владивостоке. Мы проводили тусовки, встречи, лекции, посвященные путешествиям. Просвещали жителей Дальнего Востока методами вольных путешествий. Следующий дом для всех был сделан, наоборот, на севере, в Архангельске. Мы приехали в Архангельск, и там зимой, в декабре, январе, в феврале мы жили. Морозы были 30 градусов, 35 градусов были. Мы на улице мылись из ведра холодной водой, топили печку. В общем, были все прелести северной экзотики. Но там уже меньше было народу в Архангельске, около 50 человек, потому что я всех заранее предупредил, что будет холодно, и солнце заходит в 14.30, восходит в 10 часов, морозы 30 градусов, все северные прелести. Но все равно мы хорошо путешествовали по Архангельску. И следующий дом для всех был сделан в городе Душанбе. Мы приехали в Душанбе, приехали мы сюда в июле, и сняли этот дом, который мы сейчас видим, и поселились тут на 3 месяца. Два месяца уже прошло, но хозяйка уже начала беспокоиться и просит, чтобы мы отсюда куда-нибудь сваливали подальше. Может, нам придется даже и переезжать. Мы об этом пока не знаем. Но в этом доме уже пожило 109 человек из 17 стран мира. То есть дом очень посещаемый. Мы несколько раз проводили тусовки, встречи, лекцию провели большую в библиотеке, чтобы просвещать местных жителей. Но местные жители не очень просвещаются. Тут Душанбе не очень увлекаются вольными путешествиями. Кто увлекается, уже уехал давно в Москву на заработки. Так что это место не очень плодотворное для распространения идей путешествий. Но на то к нам приезжают многие интересные люди, посетившие большинство стран мира. И кто-то уезжает в Юго-Восточную Азию на зимовку после Душанбе. Кто-то возвращается обратно в Россию, в Европу, кто куда. Кто-то проезжает транзитом путешествуя по Азии. И такой дом тоже очень интересен. Дом АВП существует на добровольное пожертвование всех желающих. В этом году нам повезло. Нам подарили целых 25 тысяч рублей. Фирма Турбина Ру подрела 25 тысяч. И плюс еще некоторые другие люди подарили еще разные деньги, которые уходят на оплату дома, на оплату электричества, на оплату взяток милиционерам и другим гражданам, которые с нас их хотят. Каждый человек может внести свою долю, свою лепту в поддержание проекта «Дом для всех». Внести любое добровольное пожертвование. Таких людей уже в этом доме человек 30, наверное, или 25, которые пожертвования такое сделали. Следующий дом для всех будет сделан через полтора примерно года. Какое-то место будет точно пока неизвестно. Я провожу голосование. У нас есть варианты типа Стамбул, типа Дамаск, типа Кунемин в Китае, Мадагаскар, Уганда или в России Красноярск или там Нижний Новгород. Разные города выставлены на обсуждение. И 1 декабря будет вывешен окончательный вариант. Но в обсуждении как раз принимают участие люди, которые делают пожертвования. Так что тут, кого интересует, можете все подробности прочитать на нашем сайте. Про Дома ВП нужно помнить, что Дома ВП – это не гостиница. Это не место, где кто-то будет за вами следить и оказывать какие-то услуги. Все живем вместе, желательно в спальных мешках. Моемся, как правило, холодной водой, тут нету какой-нибудь горячей. И у нас общая кухня. Мы здесь не курим, не пьянствуем и не воняем. Если кто-то грязный, пошел помылся. Вот, стараемся вести себя аккуратно, не ругаться с местными жителями, поддерживать добрые отношения с соседями по двору, по дому, по улице и по всему миру. В нашем доме одновременно за одним столом, за этим, иногда сидят представители пяти или даже десяти разных стран. Мы здесь едим из одного, один арбуз, вот, все вместе, одни лепешки. И являем собой картину, образец, небольшую модель коммунизма такого в отдельно взятой избе. И картину всеобщего братства человечества. Когда мы так все вместе живем, видим тут и немцы, и французы, и американцы, и русские, и украинцы, и жители Таджикистана тоже иногда встречаются. Все это картина общего человеческого братства в небольшом объеме, который мы можем видеть также и во всем мире. Когда мы выходим из нашего дома в большой мир, мы вспоминаем, что мир – это одна большая семья, все люди – братья между собой, и куда мы не поедем, в любом городе на земле, есть там дома на всех или нету, мы встречаем людей, близких по духу, встречаем гостеприимный, дружелюбный народ и стараемся тоже быть полезными этому миру, стараемся тоже быть лучше, добрее, гостеприимнее, радушнее и принимать всех людей такими, какими они есть. И как с вами связаться? Связаться с нами очень просто, в любом, можно набрать в Википедии, там Антон Кротов, там будет ссылка на мой живой журнал, а кротов через черточку lifejournal.com, там в моем живом журнале почти каждый день вывешиваются очередные проекты, мероприятия Академии Вольных Путешествий, какие-то новые тусовки, встречи, проекты, дома, все, что будет, все вывешивается. Кроме этого, есть сайт АВП, Академия Вольных Путешествий, это не какой-нибудь университет, не учреждение, это тусовка людей, которых интересует путешествие, этот сайт avp.travel.ru. В любом поисковике в компьютеры наберете, Антон Кротов или Дом для всех, или Академия Вольных Путешествий, вы все это найдете. И, конечно, есть телефон в Москве, 457-89-49 или 8903-500-9850, это российские номера, когда я в Москве, на них можно позвонить. Когда я в Москве, у меня собираются много интереснейших людей, гости, друзья, знакомые, незнакомые, проходят собрания, посвященные путешествиям, звоните, заходите в гости. У меня дома тоже всегда много интересных людей, самая посещаемая квартира в Москве, наверное, у меня. За последние 17 лет нам побывали десятки тысяч людей из самых разных стран, путешественники, самые интересные, замечательные люди. Мы проводим тоже тусовки, посвященные путешествиям, религиозные диспуты, разные вечера на разные темы, так что приходите, интересно вам будет, приносите что-нибудь к чаю. Ждем, так что следите за информацией в интернете, звоните, заглядывайте.